История со взрывом в пятиэтажке на улице Светлоярской начинает проясняться. Похоже, это был просто душевно больной человек. Напомню, в четверг два слесаря спустились в подвал и там сработало взрывное устройство. Сработало оно не мгновенно. Сначала, как рассказали пострадавшие, что-то зашипело, и они успели отбежать. А потом случился взрыв, и два слесаря с небольшими травмами были госпитализированы. Полицейские провели обыски. По природной информации, в подвале были обнаружены некие подозрительные предметы, и был установлен владелец взрывчатки, житель третьего этажа этого же дома. В пятницу его квартиру брали штурмом, так как он забаррикадировался и открывать дверь отказывался. Жители были эвакуированы, соседи, сам подозреваемый был задержан. Сегодня мы еще раз приехали на место ЧП. Та самая квартира, она сейчас закрыта, там никого нет, никто не проживает. Мать у него год три, наверное, умерла. Дверь не открывал никогда никому. Его забрали, он сидит. Как говорится, в семье не без урода. После случившегося, конечно, уже мы будем, как говорится, осторожничать. И к таким людям будем приглядываться. Такие вот ходят, закрытые, в капюшон одетый. Мутный он какой-то тип был, странный. Магазин по ночам только строго ходил. От него все что угодно ожидать можно было. Камеру вот он снимал, это мы знаем. Это уже с паричным взят. Вот одна камера вот здесь стояла. И одна над подъездом внизу. Срывал он их неоднократно. Говорит, как бы вмешательство в личную жизнь. Не хотел, чтобы видели. Кто-то носил или кто-то, может, ходит к нему по ночам. Да мы не знали вообще, что он на это способен. Что сделаешь? Так и будем соседствовать. Вернется и вернется, и бог с ним. Будьте себя вести неполадным. Будем принимать меры. Кстати, как сообщили нам в полиции, после задержания стало понятно, что человек нуждается в лечении у психиатра. По решению суда он направлен в лечебное учреждение на принудительное лечение.